Мы действительно очень ждали такой возможности, чтобы спокойно, в деловом формате обсудить все, как говорится, наболевшие проблемы. Я, да, я как юрист, как адвокат, я против данного законопроекта. Почему? Ну, для того, чтобы принять решение о том, что такой проект нужен, действительно нужно иметь серьезные на то факты. Когда мы вошли в состав рабочей группы, мы первым, что сделали, мы письменно запросили статистику. То есть, действительно, существует ли такая проблема, чтобы сейчас серьезно заняться разработкой проекта. Значит, нам был дан ответ, что такой статистики нет, и предложено запросить ее самостоятельно. На заседании рабочей группы тоже неоднократно звучали такие же вопросы в адрес МВД, значит, генпрокуратуры, то есть, что статистика до сих пор не предоставлена. Поэтому у нас сложилось глубокое впечатление, что прежде чем начать разработку данного проекта, на самом деле проблема не была объективно исследована. Значит, мы считаем, исходя из той информации, которую мы получили, могу сказать, что эта информация, она публична, официальна. В достоверности этой информации может убедиться сам, зайдя на сайт Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры, Комкор, ГОВ, КИЗ. Там есть конкретная вкладка стат-отчеты. Отчет называется 1М, количество зарегистрированных фактов и результаты деятельности правоохранительных органов по ним. Видим очень серьезную тенденцию к снижению преступности в целом. Отлично, вот эти цифры, которые здесь звучали, в качестве главного аргумента, значит, мотивирующего общество к принятию закона, что 400 фактов убийств женщин ежегодно в семье. Извините, таких фактов нет. В семейно-бытовой сфере, значит, если мы возьмем 5 статистику по убийствам, то 18-й год, 144 факта. 20-й год, несмотря на то, что говорят, карантин выявил массу проблем, породил множество конфликтов, наоборот, количество таких правонарушений составило 105. Статистика – это вещь относительная. Во-первых, вот этот отчет называется количество зарегистрированных фактов. Мы понимаем, что зарегистрированный – это не значит доказанная вина. Я как юрист понимаю, и я могу это доказать, что этот закон, он повлечет на самом деле большой правовой хаос. Его применять будет невозможно, потому что он как пятое колесо в телеге. И третье, я заканчиваю, он не решит проблем до тех пор, пока государство не выяснит, в чем причина этих фактов, как бы мы ни говорили, и не начнет решать именно причины. Пока мы не отрубим голову, то, что мы будем отрубать хвост у этого дракона, извините, голова не умрет. Извините, это ярая ювенальная юстиция. Четвертая статья? Минутку вы говорили, я скажу. Ювенальная юстиция? Я скажу. Пункт 6, 36, буквально цитирую. Буквально цитирую. Не допускается оставление совместной опеки родителей над несовершеннолетним при наличии обоснованного предположения о совершении насилия со стороны одного из родителей. Вопрос. Далее, читайте, что написано. Минутку. Это мало того, что безграмотная, это не наша норма. У нас родители никогда не являются опекуном. Термин родительская опека существует в Гражданском кодексе Германии. Как можно лишать, в какой процедуре вы собирались лишать родительской опеки? На основании какого предположения? Давайте сбавим градус немножко. И только после того, когда вот наша сравнительная таблица, когда мы полностью просто замотивировались, сказали, что это просто нонсенс, это, извините, беспредельное нарушение прав родителей. После этого рабочая группа парламента сделала эти статейки вот такими безликими, отсылочными. Но, еще раз говорю, за эти поправки никто не голосовал, они не обсуждались на рабочей группе, откуда они появились, нам неизвестно. Но именно благодаря позиции рабочей группы они исчезли. Поэтому говорить, что там не было ювенальной истиции, ну это как минимум непорядочно. Благодаря именно нам вы их убрали. Спасибо членам рабочей группы за то, что они вскрыли такие грубейшие нарушения нашего законодательства. Не допускается. Оставление за родителями право на совместную опеку над несовершеннолетними при наличии обоснованного предположения о совершении семейно-бытового насилия к несовершеннолетнему со стороны одного из родителей. Подождите, Дина Смаилова, вы не депутат, вы не голосовали. Откуда вы знаете, что ее больше нет? Я сейчас на руках имею последнюю. А вы знаете, что она есть? Смотрите, у меня на руках последнюю. Вы же юристы с вами, вы сами говорите, что... Нет, откуда вы знаете, что она есть? Подождите, вы знаете, что сами сказали, что есть регламент работы рабочей группы парламента. Любая поправка голосуется. Если у нас есть официальный законопроект, в котором эта поправка есть... То для того, чтобы она исчезла, необходимо на заседании рабочей группы голосование. Голосования не было. Нам скинули в WhatsApp таблички без этого пункта. Я запросила официальное подтверждение таблицы, никем не подписаны. Опять же, еще раз повторюсь, не голосовалось, исключение этой нормы. Я хочу сказать, что ситуация на следующий день такова, что никто из присутствующих не может предоставить или сказать, что это окончательная редакция. Поэтому это странно обсуждать то, что от вас не зависит. Елена Александровна, можно попросить Елене и Анатолию? А что мы будем обсуждать? Правильно. Мне еще что нравится в этом законопроекте? То, что прописано, правительство теперь будет мониторить эффективность вложенных средств. Если до этого нам раздавали гранты, то есть мы не получали, но получали очень многие организации, в том числе государственные. Сейчас у нас 13 дорожных карт работают на профилактику семейно-бытового насилия. Одна дорожная карта охватывает до 15 миллиардов тенге. Но мы не видим эффекта, абсолютно никакого. Мне проще разговаривать с юристом, который понимает, о чем я говорю. Значит, наверное, я никого не удивлю, если скажу, что 99% населения, когда мы говорим слово «насилие», именно думают, что это вот те случаи, когда насилуют, когда бьют, агрессор, вы говорите. Именно вот такими вбросами было заполнено информационное пространство для того, чтобы мотивировать. Вот смотрите, ну кто скажет, что я против того, чтобы с этим бороться? Конечно, мы все за. Но в этом законопроекте, и у меня есть официальный ответ от МВД, под насилием понимается не то, что образуют составы уголовного и административного правонарушения. Теперь давайте подтвержу, чтобы вы сказали, что вы голословно говорите. Например, психологическое насилие – это ограничение воли изъявления. Давайте вот на примере семья родителей и ребенок. И что значит родитель ограничивает воли изъявления ребенка? Потому что он имеет право на его воспитание, статья 27 говорит. А почему тогда реализация его права на воспитание ребенка расценивается как насилие? Вы скажете, вы накручиваете. Нет, я не накручиваю. Потому что параллельно в закон о правах ребенка в качестве поправки предлагается ввести полный запрет на дискриминацию ребенка по любым основаниям. В том числе и со стороны родителя. Я имела общение непосредственно многочасовое с помощником Балиевой, с которым мы как раз спорили. Поэтому вы понимаете, что невозможно. То есть есть конструкция семья, есть старший, есть младший. И только на этой субординации уважение младшим, старшим подчинения держится семья. Потом из этой семьи выстраивается государство. Я говорю, поэтому вы, если хотите, это требование ООН. Какого закона можно еще? Можно здесь я немножечко вставлюсь? Мы какой закон сейчас обсуждаем? Дина, я сказала, послушайте меня. Нет, 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 просто вопрос прозвучал. Какой закон? Зафиксируйте. Сапеллируйте просто на. Мы спорим о законе о правах ребенка. Я эту свою мысль нахожу в подтверждении в другом параллельном законопроекте. Поэтому мне не кажется, это тенденция государственной политики, которая выстраивается, организация объединенных наций, перевернуть. Не родитель имеет право на воспитание ребенка, а ребенок имеет право на выбор родителей. Это в какой статье? Я слышала вашу такую точку зрения. То, что вы сейчас говорите. В новом законопроекте. Дина, я буквально. Дина, первая. Статья первая. Открываем психологическое насилие. Если Дина говорит, давайте руководствоваться другой неподписанной табличкой, то там. Здесь, значит, у нас психологическое насилие в первоначальной... Умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждения к совершению правонарушений. Конкретно касается людей. Не только детей. Понимаете? Не только детей. Я про супругов отдельно вам расскажу. Хорошо, но речь идет о психологическом насилии, касающемся женщин, которые подвергаются насилию. Речь идет о семейно-бытовом насилии. Почему женщин? У вас глава 4 про детей в этом законопроекте. Уважаемая Елена, вы только что сказали, что у вас претензии к закону о правах ребенка. Почему нигде? На просторах интернета я не видела претензий к этому закону, а к закону именно о семейно-бытовом насилии. Смотрите, любой закон должен вписываться в систему права. Статья 2 Кодекса о браке и супругшей семье. По-моему, он у вас есть. Откройте, прочитайте. Принципы регулирования семейных отношений. Самостоятельное разрешение внутрисемейных конфликтов. Поэтому до тех пор, пока в моих действиях нет состава административного или уголовного правонарушения, это внутренние дела семьи. Поэтому только в такой модели мы можем двигаться. Если мы придумаем параллельно, есть уголовный кодекс, есть административный, а есть закон о насилии. Это что у нас тогда? Это третья система права? Тогда, извините, в какой процедуре эта система будет работать? Она не вписывается ни в уголовную, ни в административную, а ни в какой. Она будет основываться на субъективизме, произволе и догадках. Вы удивитесь, если я вам скажу, у меня есть официальный ответ МВД, как вы можете получить статус жертвы. Это формально, написано независимо от уголовного дела. В данном случае идет очень недобросовестная манипуляция именно вот этой темой семейно-бытового насилия. Разрешено все, что не запрещено. Если человек приступает к закону, он подлежит ответственности. Если он не приступает к закону, у нас есть право родителя воспитывать ребенка. Это статья 27 Конституции. Международный пакт написано по своим религиозным и внутренним убеждениям. Вот этот закон как раз позволяет контролировать реализацию родителям, в том числе родителям своего естественного права на воспитание ребенка путем вторжения в семью, нарушения конституционных принципов. И несмотря на то, что статья 39 Конституции говорит, если конституционные права ограничиваются, то они должны ограничиться только законами. Здесь вот о чем говорила Дина Смаилова, здесь мы в компетенции органов только видим ссылки, приказы, методички, операционные процедуры. Чего? Сопровождение семей, относящихся к группе риска и оказавшихся в непополучной ситуации. Кто такие группы риска? Кого собирались оттуда включать? Где это прописано? То есть вы хотите семью сопровождать по каким-то методичкам? А где же у нас право парламента принимать законы? На учет ставят, когда выписывают защитные предписания в отношении агрессора. Не добивайте меня. Значит, для того, чтобы стать жертвой и попасть вот сюда под сопровождение семьи, а на примере Запада я лично общалась с работником социальной службы Швеции, у них служба сопровождения семьи имеет прийти и жить в твоем доме, контролируя, чем ты кормишь, про что ты одеваешь, куда ты тратишь свои деньги. И то, что это не утрирую я, на заседании рабочей группы был задан вопрос, как вы будете контролировать экономическое насилие, устанавливать, есть ли ограниченное питание. На что сказал Гульмира Азимова, что будут установлены какие-то нормативы, какая-то будет потребительская корзина. То есть государство будет контролировать, чем ты кормишь ребенка. Но это же, извините, это же нонсенс, это же просто грубейшее нарушение прав. То, что вы говорите, какие-то профилактические меры. Во-первых, на заседании рабочей группы был задан вопрос, каково финансирование, есть ли экономическое обоснование. Если вы говорите, вот это примем и все, и насилию конец, должны быть деньги. Было сказано, ни одной копейки дополнительно под этот законопроект не выделено, поэтому экономического обоснования нет. Поэтому о чем мы здесь, какие мы здесь ждем чудеса. Но здесь мы видим, что у нас внедряются какие-то службы сопровождения семей, которых никогда не было. Это же страшно, извините. Кто-то в методичке пропишет социальный работник, как вас будет сопровождать. А чтобы сегодня, МВД, я задаю вопрос как адвокат, как вы будете отличать правомерное ограничение родителям прав ребенка от, у нас есть составы, 127-го административного кодекса невыполнение родителям обязанности по воспитанию, не прибивайте меня. Я как раз по семейно-бытовому насилию, здесь написано, психологическое насилие – это ограничение воли и изъявления, шантаж, оскорбление, другие действия, унижающие числе достоинства. Личности, личности, не ребенка. А, у ребенка у вас не личность? Ну ничего себе. Это к другому закону имеет отношение, я вот к этому могу. У вас здесь написано, вы плохо знаете закон, у вас в статье 1 написано, несовершеннолетний ребенок, пострадавший в семейно-бытовом насилии. Это не только лицо, в отношении которого насилие совершено, но и который стал свидетелем. То есть даже есть риск отобрать ребенка, даже если он просто стоял рядом, кричал один, молчал другой, разбирает ребенка. Понимаете? Итак, вы меня перебили очень некрасиво. Вот по поводу, значит, какой помощью будет оказывать государство. Нам говорят, да, мы вас будем что? Сопровождать, то есть нарушать конституционные принципы неприкосновенности жилища, личной и семейной тайны, право естественное. Что значит естественное? По рождению я родил, я имею право и обязанность воспитывать своего ребенка. Государство говорит, семья вы не знаете, как нужно воспитывать, я буду контролировать. То ли ты желание ограничил. Закон буквален, мне скажет, подтвердит Гульнара Аразовна, как его применять, если написано психологическое насилие, это ограничение воли и земления. Мы о чем говорим? О контроле. Она не хотела. У меня как адвоката было дело, когда отбирали детей, троих детей, где семья жила в ужасных условиях. Знаете, я сама была дико возмущена. Я сказала, если вы за неделю вот это все свое, извините, хламье не вывезете, я откажусь от защиты. Дети плакали, они любили родителей, даже таких, понимаете? Но это не про любовь, это про привычку так жить, это не про любовь. Нет, если вы говорите, что мы должны защитить ребенка, так вы должны помочь семье устранить проблему, а не отбирать детей. Мы все сегодня здесь с этим согласны. А проблема там действительно серьезная, опять те же экономические корни, культурные корни. Так Дина, о чем сегодня говорила, апеллировала к тому, что там профилактических-то мер достаточно. То, что вы в рабочей группе обсуждаете. Я, к сожалению, вот вы не даете мне говорить. Нет, нет, расскажите, расскажите. Да, да, да. Нет, потому что… Анна, вы все мои комментарии под вашим постом с Ириной Смирновой, вы все удалили дважды причем. Поэтому давайте не будем говорить про нейтральность. Я могла их удалить только из-за интонации, больше ни по какой причине. Интонация в буквах, она не обращает. Я сейчас не могу сказать, что нет от 12 тысяч подписчиков. Давайте вернемся у нас… Давайте мы не будем предъявлять претензии. Вы каждый свой функционал. Вы не даете говорить. Конечно. Вы говорите про психологическую коррекцию, вот эту помощь вы… Вот конкретно говорите, там есть меры профилактики. Какие? Вы знаете, вы так утверждаете? Нет, Дина только что говорила о том, что у вас там на десятках страниц расписаны. Дина, там нет ничего, что… Дина, вы же… Дана, вы же хотите… Конечно, конечно. Вы хотите отложить всю Дану и нашу? У меня тогда вопрос. Дана, Дана… У меня вопрос Дани Армабайя, простите, Елена. Вот я когда у Динары спросил… Динары честно сказала, я закон не читала. Вы мне скажите, вы читали закон? Тогда вопрос к вам. Перечислите мне по пунктам меры профилактики. Ни одной. Ну, как вы этого не могли увидеть? Покомментируйте члены рабочей группы, пожалуйста. Почему вы не даете мне сказать? Доставление вообще у нас в отношении правонарушителя, преступника. У нас, например, доставляется ребенок, жертва. Это вообще полный коллапс в системе права. У нас доставляться жертва не может. Дальше. Защитное предписание, оно есть в действующем законе. В чем разница? Здесь было до 30 дней защитное предписание, сейчас на 90. Что такое защитное предписание? Это без суда и следствия, как в моем случае, когда пришел отец пятерых детей, позвонила жена, сказала, он не купил детское питание. Да, ему выписали предписание, он не может 30 дней зайти домой. Она кричит, ты где? Мне же за детьми надо. Он говорит, ну ты же выписала, я же не могу теперь, понимаете? Вот это защитное предписание, мера профилактики. Дальше. Административное задержание. Не мера профилактики, это уже мера профессионального... Принудительные меры медицинского характера. Вот, замечательное. Она тоже, это тоже, конечно, не мера профилактики. Принудительные меры медицинского характера, они устанавливаются у нас в соответствии с действующим законодательством в отношении, у нас есть и в Гражданском процессуальном кодексе, и в Уголовном процессуальном кодексе, в отношении лица страдающего психическим заболеванием. В чем здесь нонсенс? Здесь называется психокоррекционная программа управления гневом. То есть без диагностирования психического заболевания здоровому человеку будет назначаться психокоррекционная программа с применением медикаментозной иной терапии. И реализовываться она будет не правительственной организацией, не медицинскими, извините. Кто будет заинтересован в такой психокоррекционной медикаментозной программе? Те, кто будет получать финансирование, естественно. А как будет финансироваться... Вы сейчас утверждаете, как будто бы закон принят, и мы его просто сидим и постфактам обсуждаем. Он же может принять, его же могут принять данные. Я хочу, чтобы он был снят с рассмотрения. Я вас могу, как говорится, в этом плане, вас утвердить в мысли, что он принят. У нас для того, чтобы получить статус жертвы, у нас 16-го года действует совместный приказ. Любой из нас может оказаться в статусе жертвы, если он наберет 5 баллов. 2 балла будет расценено как оскорбление, так, издевательство, такой термин, не юридический, уничтожение предметов домашней обстановки. 5 баллов вы набрали, написано, независимо от уголовного дела, вы жертва, есть насильник. Вы попадаете уже под опеку социальной службы, и на социальную службу идет финансирование. Вопрос, а если это преступление или правонарушение административное, а почему тогда независимо от возбуждения уголовного дела? Сейчас же у нас просто сам факт обращения регистрируется уже, у нас не постановление о возбуждении уголовного дела, уже регистрируется этот факт. Почему тогда без регистрации вдруг так просто стать жертвой и насильником? Ну, наверное, потому что есть финансовая заинтересованность, другого я объяснения не вижу. И поэтому такой простой механизм и такие расплывчатые понятия насилия. То есть вы хотите, чтобы это были более четкие понятия, да? Я говорю о том, что разрешено все, что не запрещено, все, что запрещено у нас в уголовном административном кодексе, если это не работает, нужно именно в том законодательстве в уголовном что-то решать. Это термин потерпевший от правонарушения. Это у нас классическая система права. У нас есть гражданские правоотношения, есть уголовные административные. Вот там есть потерпевшие. И там есть механизмы, вот они прям, я специально распечатала, мер безопасности в отношении потерпевших. Все есть. Почему оно не работает? Зачем сейчас, вот постоянно Ирина Смирнова в вашем эфире говорила, у ребенка должен быть стол и отдельное место спальное. И нет, и что? У меня тоже в детстве не было отдельного спального места. Это будет считаться экономическим насилием. И что государство? Предложит казенную кровать и казенный стол? Возможно. Возможно? Нет, не обязательно казенный. Почему? Может быть как раз... Мы так будем, что возможно? Нет, нет. Это катастрофа. То, что мы сейчас обговорим с вами о государственной поддержке, это опять же другая немножко тема и другой аспект. И вот это все должно синхронно развиваться. Мы сегодня обсуждаем с вами вас. Шестая называется меры профилактики. Здесь нет ни одной меры профилактики. Вы же сказали, что Дина вас убедила, что там 7, 5... Да, вы еще не читали. Вы же не можете мне не вести диалог. Мне не вести... Для вас слово Дины – это закон. Вам не вести диалог? Друзья, мы... Да. Мы...